решим цепочку примеров запишем 575 разделить на 5 разделить на 5 плюс девятьсот восемьдесят семь разделить на 3 плюс 504 разделить на 4 равно итак посмотрите у нас выражение есть действия первой второй ступени скобок нет поэтому сначала выполняются действия второй ступени затем действие первой ступени действие второй ступени это умножение и деление первое действие второе действие третье действие четвертое действие по порядку от начала примера вправо далее пятое действие сложения шестое действие сложение решим примеры в столбик пятьсот семьдесят пять разделить уголком запишем на 5 сначала находим первое неполное делимое оно должно или равняться делителю или быть больше первое неполное делимое 5 в частное ставим точку считаем количество цифр после еще 2 в ответе получится трехзначное число 5 разделить на 5 берем по одному умножаем 1 умножить на 55 ищем остаток 5 минус 50 сюда мы ноль не пишем сносим 7 и пишем ее под 77 под 7 сколько раз по 5 укладывается в 7 1 раз умножаем 1 умножить на 55 7 минус 5 остаток 2 остаток всегда должен быть меньше чем делитель и сносим 5 рядом с двойкой получилось число 25 25 разделить на 5 получится 5 умножаем 5 на 5 25 25 минус 250 в этом примере получилось 115 3 клеточки вправо 1 2 3 второе действие теперь это число нам нужно разделить на 5 115 разделим на 5 первое неполное делимое 11 ставим частную точку считаем количество цифр еще одна ставим еще одну точку двузначное число возьмем по 22 на 5 10 11 минус 10 остаток 1 остаток всегда должен быть меньше делителя сносим 5 15 15 разделить на 5 3 умножаем 3 на 5 15 15 минус 15 остаток 0 во втором действии получилось 23 третье действие три клетки вправо 1 2 3 третье действие 987 нужно разделить на 3 первое первое неполное делимое 9 частное ставим точку еще есть две цифры раз два частном получится трехзначное число 9 разделить на 3 берем по 3 умножаем 9 минус 90 остаток сюда не пишем сносим 8 8 разделить на 3 возьмем по 2 2 умножить на 3 6 8 минус 6 остаток 2 остаток всегда должен быть меньше чем делитель сносим 7 27 27 разделить на 3 берем по 9 27 минус 27 остаток 0 получилось число 329 в третьем действии теперь будем решать четвертое действие 504 нужно разделить на 4 пишем в столбик 504 разделим на 4 первое неполное делимое 5 частное ставим точку считаем количество цифр после еще 2 1 2 оставим еще две точки в ответе получится 3 значное число берем по одному 1 умножить на 44 ищем остаток 5 минус 4 остаток 1 остаток всегда должен быть меньше делителя сносим 0 10 делим на 4 возьмем по 2 2 умножить на 48 10 минус 8 остаток 2 и сносим 4 24 разделить на 4 берем по 6 24 минус 24 остаток 0 в этом примере получилось число 126 это у нас было четвертое действие далее теперь пятое действие в пятом действии то что получилось до знака плюс а это второе действие 23 нужно прибавить то что получилось в третьем действии 329 329 прибавим 23 3 клетки вправо единицы под единицами десятки под десятками 9 плюс 3 12 2 пишу 1 запоминаю 2 плюс 2 и плюс еще один 4 и плюс 1 5 и сносим 3 352 в пятом есть получилось теперь шестое действие то что получилось в пятом прибавим то что получилось в четвертом 5 плюс 4 в пятом получилось 126 в четвертом 352 шестое действие 352 прибавим 126 6 плюс 285 плюс 273 плюс 14 во всем выражение получилось 478 записываем ответ после всего примера 478 мы выполнили с вами цепочку примеров решили примеры в столбик